Ярол Итугжанов поручил активнее бороться с ковидом в Алматы. Вице-премьер сегодня прибыл туда с рабочим визитом. Совместно с руководством города он провел совещание, на котором присутствовало больше 70 главврачей местных больниц и поликлиник. Почти час они обсуждали вопросы по стабилизации эпид-обстановки. Рекомендация конкретно идет, во-первых, по вакцинации, во-вторых, по ревакцинации, потому что именно 85% тех заболевших людей, у которых фактически срок прошел, необходимо соблюдение всех санитарных норм, масочного режима и всей гигиены, которая необходима на сегодняшний день. Поэтому этот вопрос по Алмате мы сделали анализ. Есть ряд конкретных поручений, которые сегодня нам получили, конкретно по районам, где необходимы определенные доработки по выравниванию эпид-ситуации. Санврачи говорят, в основном алматинцы заражаются в общественном транспорте, на базарах и в магазинах. Тукжанов потребовал усилить контроль над соблюдением мер предосторожности в местах массового скопления людей, а также подготовить медучреждения к очередной вспышке инфекции. После совещания вице-премьер посетил несколько социальных объектов, встретился с интеллигенцией, волонтерами и молодежью. Тукжанов прислал чиновников уделять больше внимания развитию подрастающего поколения. И тут речь зашла о нашумевшей программе «Артспорт». Замглавы правительства отметил, этот проект охватывает совсем небольшую часть детей – 490 тысяч, а всего в стране 4,5 миллиона маленьких казахстанцев. До конца года государство планирует удовлетворить творческие, спортивные и образовательные интересы в 80% из них. 2 миллиона 400 тысяч детей сегодня уже охвачено. Вот весь этот разговор, который сегодня поднимается, это только вокруг «Артспорта», охват всего где составляет всего лишь 11%. Поэтому государством принято максимальные меры. Только по линии образования, я вам сказал, 2,4 миллиона. По линии спорта, где 431 у нас детская и юных спортивная школа, охват идет на уровне 348 тысяч детей. По линии школьных лиг, которая создана сегодня, охват идет практически на уровне 1,9 миллионов.